Пиковый температурный показатель в 36 градусов был зафиксирован в северной части Махачкалы. По информации Гидрометцентра Республики, с середины июня с пустынных зон Пакистана и приграничной территории Ирана на территорию Дагестана прорвались теплые воздушные массы. Именно это объясняет резкую жару. В Дагестанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявили, что у махачкалинцев не должно быть повода для беспокойств. В ближайшие дни температура воздуха в столице и ее окрестностях приблизится к норме. С сегодняшнего дня идущие с северо-запада воздушные массы будут способствовать падению температуры до 27 градусов. Кроме того, будут ливни и грозы. Метеорологи допускают и в предстоящем июле отдельно взятые дни жару до 35 градусов, но погода будет в пределах многолетних норм. Температура воды в Каспийском море также продолжает расти на протяжении трех последних дней. Она достигла 25 градусов. По прогнозу, Дагестанской иноптики всегда считалось и считалось самым лучшим в России. Наши гидропрогнозисты сами имеют высокую результативность по оправданности. Учитывая наш рельеф, нашу орфографию, географию, они специалисты высокой квалификации. То есть сама природа их заставляет, учитывая, что на такой маленькой территории, вот Махачкала, гора, равнина, море. Это все сказывается. А правдимая краткосрочная прогноза наших синоптиков уже где-то с 2010-х годов превышает 95-96%. Долгосрочных 90-92. Долгосрочных 90-92.